Дмитрий Назаров 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 Это драматическое искусство. Если вы хотите почувствовать любовь и действительно быть искренним в этом, то вам сюда, к нам. 26 октября в Нью-Йорке. И до этого повезет еще и городам Америки. Еще о любви. Ведь любовь – это единственное пространство, где можно чувствовать себя в безопасности. И сыграть ее невозможно, когда люди не чувствуют любовь, эмоции. Невозможно наврать эмоционально. Как вы чувствуете эту любовь? Ведь когда, дай бог, все закончится, ведь только любовь спасет мир. То есть вы сейчас несете это в себе, чтобы люди, которые здесь осколки, которые пережили очень много, которые, пострадавшие от войны со всех сторон, израненные душой, верят вам в то, что вы творите, ваша любовь. Наверное, вот это поле и будет то, что возможно после. Да, конечно, очень важно, как жить после. Я все время задаюсь этим вопросом. Но и любовь поможет, безусловно. Но чтобы остановить это мракобесие, происходящее ныне, и происходящее вчера, и, возможно, произойдутщее завтра, все равно самое сильное оружие для этого – любовь. Мы об этом и играем, потому что сердце, душа, не заполненные любовью, тут же заполняются всякой мразью и гадостью. А вытеснить его из себя может только любовь. Поэтому надо любить, не стесняясь, любить, обожать. Вот это единственная возможность выживать счастливо. Кто не сможет дотянуться до спектакля, но очень хотелось бы соприкоснуться с творчеством и, в частности, услышать голоса этих замечательных актеров, высоких профессионалов, и голос Дмитрия Назарова. Посмотрите, очень много есть аудиоспектаклей. Он, конечно же, помимо фильмографии и театральных моментов, или театральной жизни, наверное, моментами не назовешь, это еще и озвучка мультиков, это еще и компьютерные игры. Но аудиоспектакль – это, наверное, особая история. Оля, к вам хотела обратиться. Моноспектакли – формат понятен всем. А вот когда двое на сцене, еще из одной семьи, получается, что это моноспектакль, потому как он на семью. Как вы это чувствуете? Как вы это выносили в себя? Ну, это тяжелая история, потому что два часа сценического действия, тебе не за кого прятаться, тебе никто не помогает, только ты и я. Какой был взгляд? Только мы вдвоем, нам не за что прятаться, у нас нет никаких ширм, нет никаких уходов за кулисы, кроме антракта вынужденного, потому что нам необходимо перевоплотиться. Перевоплотиться, ну, необходимо, да, и зрителю нужно передать возможность передохнуть. Это очень тяжело. Вообще театр – это тяжелая штука. Это очень тяжелый труд, потому что если ты не будешь наполнен, тебе нечего будет отдать. Следовательно, ты должен это взрастить в себе. Это что-то, что-то невероятное, то, что является талантом, то, что нам помогает в этой профессии. Если у тебя этого нет, тебе нечего отдать, и вот… То эту пустоту сразу считывает зритель. Да. А когда мы вдвоем, то вот мы вдвоем несем за все ответ. За все. За то, что неправильно закроется занавес, неправильно включится свет, не там что-то кто-то опустит. Мы будем отвечать перед зрителем. Они наши судьи, они за это заплатили деньги, и мы надеемся… Вы знаете, репутация – утерянное слово. Я не знаю, как в Америке, но в России оно утеряно давно. Я думаю, что огромное количество людей просто не знает, что это такое. Так вот, будучи ими… Оберегая свою репутацию, мы надеемся, что мы и в театральном деле, имея ее, мы… Ее не растопчем. Мы зрителям дадим все, что мы считаем нужным. Да, вдвоем. Да, сложно. Но отдадим все. Вы не представляете, сколько нам за время нашей эмиграции, за эти годы 8 месяцев, поступало предложений, антрепризных. Но халтура Ивановна, халтура Ивановна, то, что предлагали, всякие читки, какие-то вводы срочные, по рублю и на плотах, мы это называем. Мы не можем себе этого позволить. А вот то, что мы выписывали, создали, вот этого ребенка, который взрослеет прямо на глазах, все-таки мы уже совершили 10 спектаклов по Европе. Вот это для нас дорого и важно. И нам за это не стыдно, и мы за это отвечаем. Я здесь безупречная и профессиональная репутация. Отдали себя искусству, театру и кино. И с ними плакать и смеяться, и чувствовать глубину душ абсолютно безопасно. Вы, пожалуйста, приходите, поверьте нам. Я понимаю, о чем говорю, потому как я обязательно буду 26 октября на спектакле «Черт знает что», да? Да. Вы знаете, очень хотела бы еще спросить, узнать у вас, да, здесь вы еще не начали со 2 октября, гастроли по городам Америки. Я вот даже себе здесь приготовила. Сан-Диего, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Ванкувер, Сиэтл. Читаю, потому что если вы не успеете в Нью-Йорк, всегда можно доехать, уважаемые наши радиослушатели, радиозрители. Торонто, Монреаль, Бостон, Атланта, Лашингтон, Ди-Си, Бруклин. Понятно, это у нас. Филадельфия, Майами и Хьюстон. Просто, когда сильно цепляет, очень не хочется, чтобы это было разово. Поэтому отсюда, наверное, можно будет добраться в Бостон и Филадельфию. Это я сразу предупреждаю. Смотрите за гастролями, набирайте в поисковике «Черт знает что» или Дмитрий Назаров, Ольга Васильева «Гастроли по Америке» и сразу же найдете весь этот тур, все, что здесь есть. Хотела узнать о зрителях. Вы уже проехали с этим туром, с этим спектаклем по Европе. Глаза, которые вы там видите, а волны иммиграционные, какие? Это с чашняя волна или это те, которые были заядлые театралы и приехали еще раньше? Интеллигентные люди, случайные, но которых пробивают так же, как и тех, кто знаком с искусством театральным. Что вы скажете о зрителях своих? Ну, на поклонах... Все, что вы сказали, Юля, все у нас в зале. Вот все. Ну, я должен сказать, что на поклонах, когда мы видим уже зажженный зрительный зал, уже дали свет в зал, все очень похожи, все счастливы, улыбаясь, вытирают слезы, все очень похожи. В процессе, да, разные. Например, зритель в Барселоне, он, конечно, отличается от зрителей в Ирландии. Ну, наверное, тут климат имеет значение или менталитет той среды, куда попадает иммигрант. Ну, у нас уже большой опыт. Мы с другими концертами, спектаклями в прошлом году очень много объездили. Конечно, зритель в Вильнюсе и Тавине или там в Стокгольме отличается от зрителей в Израиле или в Милане. Ну, да. Вот среда, куда попадают иммигранты, воздействуют. Нам ужасно интересно, какие же вы, американские зрители, какие вы, насколько вы открыты, закрыты, насколько быстро вы реагируете, насколько вы стесняетесь или нет, как быстро мы сможем в вас проникнуть и расшебуршить ваши души. Мы уже проникнем. Ну, нам это ужасно. Вот мне это ужасно интересно. Поэтому я настаивал, что нашим гастролям, несмотря на тяжелейший перелет для нас, курящих людей, это катастрофа. Но мне ужасно интересно это попробовать. Попробовать вас, чтобы вы попробовали нас. Ой, берегите себя, пожалуйста. Как-то сказали о курении. Пожалуйста, мы вас очень ценим и любим, поэтому, пожалуйста. Я знаю, что интересный момент еще есть и по семье. То есть, если ваша мама, Дмитрий, также человек искусства, да, то есть, по-моему... Да, врач-гинеколог. Серьезно? Нет, надо еще спешить. Ну, когда-то она окончила вечернюю гнесинку, она пела, да. Вот, вечернюю гнесинку. Такая форма тоже есть? А то я только начиталась, подумала, вау, так вот оно, просто продолжение, да? А дочь, дочь в театральном среде? И здесь ли она с вами, или здесь в Америке, или где? Да, это, Юля, это моя мама-актриса. У меня и мама, и папа уже царский деснер. Да, вот это я, да, и театр Ростровского. Понятно, почему продолжение. А вот почему-то я очень хорошо чувствовала, что певица, мама Дмитрия, извините, пожалуйста, что-то я могла ошибиться, по идее, не могла. Ну, сейчас это все хорошо. Теперь это все одно. Ну, да, точно. Да, и дочь, и сын в театре, да, в разных театрах служат в России. Пока в России. Но старшая моя дочь, она, нет, она к этому тянулась всегда, она блистательно поет, но она занимается совершенно другим делом. Если смотреть по Нью-Йорку, я же из Нью-Йорка с вами разговариваю, что хотелось бы почувствовать в Нью-Йорке, что хотелось бы увидеть. Ведь если вы первый раз будете здесь, то мюзиклы, наверное, все-таки тоже что-то. Или с языком настолько свободно, что хотели бы на какой-то драматический спектакль попасть? Нет, я франкофон, у меня совершенно плохо с английским. У Оли получше это будет. Попасть мы просто физически не успеем. У нас день спектакля, день перелет, день спектакля, день перелет, Вы представляете, какая это тяжесть, и мы морально к этому готовились. У нас этой возможности нет. Я второй раз в Нью-Йорке был один раз, и даже мы с Виталием Саламиновым попали на мюзикл «Титаник». Он не шибко нам понравился, но, правда, его, как я потом узнал, быстро и сняли с производства. А я просто хочу ступить на американскую землю и подышать тем воздухом и почувствовать его. Ну, у Вас очень красивый тур. Я думаю, что абсолютно точно всё это удастся. Пусть публику понравится, пусть всё будет по душе, пусть будут удивления приятные и от людей, которые будут Вас встречать, и от глаз зрителей, и от отдачи того, что всегда с залом происходит. Скажите, а как Вы относитесь к интерактивным жанрам? Ведь сейчас очень многие люди абсолютно теряют эстетическое пространство между зрителем и сценой, и не то, что там пятая, четвёртая стена, а там наоборот, да, выходят именно в люди, как говорят, да, и там происходит такое смешение. Что у Вас? Всё-таки это классический спектакль? Это классический спектакль со всеми приметами классического спектакля. Он с антрактом, с декорацией, со сложнейшей световой и музыкальной партитурой. Нет, у нас существует четвёртая стена, которую мы только иногда вот так иногда разрушаем коротко. У нас есть ещё форма концерта, называется «Ля Мурмура», уже наши продюсеры намекают на то, чтобы нам приехать в 25-м году. Вот там есть интерактив, там есть общение с залом. Немного, но есть... Мы плохо относимся, если коротко. К разрушению четвёртой стены. Для чего-то она была построена. Зачем хватать зрителя в первом ряду за нос? Зачем? Он хочет сидеть красиво. Он за это заплатил, чтобы его не трогали. Только душу его потормахлили, да. А вы попробуйте без этого, без того, чтобы его... Эй, зритель, взять его за руку, подёргать. Нет, зачем же? Что-то бросить за руку. Так-то просто. Так просто воздействовать. Давайте их окатим водой, а давайте их теперь пустим живую курицу с отрезанной головой. Это проще паренной репы. А вот попробуй, не прикасаясь ни руками, ни чем прочим. Да, они из тех, которые верят в то, что театр — это храм, и он должен устрелять души. Да, они действительно верят в то, что театр — это элитарное искусство. И всем остальным можно даже не тревожиться. Пожалуйста, приходите, истинные театралы, настоящие театралы, с открытой душой и с улыбкой, потому что то, что чувствуют, творят, искренне, глубоко, чем делятся. Дмитрий Назаров, Ольга Васильева, это к нам с вами просто прямая дорога. Спасибо. Мы будем вас ждать. Оля, я когда-то в одном из интервью также услышала, что вас долго не пускали в театр. И даже в совсем маленьком детском возрасте вы так мечтали кого-то сыграть, и несколько сложились. И почему-то сразу возник маленький принцип, почему-то сразу возникла лисичка в вашем исполнении. И вот эти слова, когда случается приручить, потом случается и плакать. Вот пускай никогда ничто вас не огорчит, и пускай вся наша публика также с открытой душой к вам придет, и все будет здорово. Спасибо большое, Юля. Вы замечательный собеседник и интервью. Спасибо. Идем на спектакль. 26 октября. Черт знает, что называется. Актеров вы видели. Больше никого на сцене не будет. Все будет только лучше. До встречи. Это программа Life is Life. Вьетнам.